Всем привет, ребят! Сейчас я попробую закоптить какой-либо район. Попробую я, разумеется, от стека. Сейчас был пайдэй, новый день, так сказать. Рестарт серверов. Я только-только зашел, решил для вас записать видео. Ну и, собственно, закоптить какую-нибудь территорию, к примеру, территорию от стек. Сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. Так, главное выбрать эту территорию от стек, найти ее. А то тут как-то на территории рифмы не хочется ее коптить. Каптуры. Эта банда уже воюет. А кто у нас не воюет? У нас не воюет, скорее всего, Вагос. Честно сказать, я не знаю, с кем у нас война. То есть, просто не знаю, с кем у нас война. Я здесь 8 ранг, там все дела. Еще даже тупо не разобрался, потому что я просто не заходил. У меня были дела, не до сампа было. Ну и вот, есть время. Я, собственно, решил зайти и записать для вас новое видео. Так, хорошо, попробуем каптануть Вагос. Нас капт... Нас каптали кого тут? Николас Кросс. Он один, кстати, онлайн. А, ок. Так, с кем вар? А, окей, без теры, так без теры. Территорий у нас, в принципе, очень мало. Это вот. Это все наши территории. Две территории. Или даже одна. То есть, платят нам за это просто гроши. Мне заплатили сейчас. Не знаю. Это на ферме больше платят. Мне за что заплатили 50 вирт. Представляете, ребят? 50 вирт мне заплатили. Кстати, я не понимаю, почему Кросс. Шестой ранг, он ок. Это ок, это шестой, да. И он, собственно, в скине девятых. Почему так? Так, стоп. Get guns. Так. Посадили мы вас. Ну да, понятное дело. Хотя... Так, стоп. А, насладнее. О, материалов нету. Отлично. Ладно. Тема видео меняется, ребята. Берем эту машинку. Берем эту фуру. 75 там, кажется, я не помню. Ну ладно. Собственно, берем эту фуру. И мы сейчас... Вернее, я поеду за материалами для нашей фракции. Чувак хочет обменяться на НРГ. Не, не, не. Так. Нет. Нафига мне интересно обмениваться на НРГ, когда у меня уже было НРГ. Да, оно у меня и есть. У меня на втором аккаунте есть НРГ. Я, кстати, за него даже не заходил. Мне уже предлагают продажу этого дома. Собственно, он у меня еще не слетел. Я надеюсь на это. Ну, хотя я на месяц платил. Не должен. Вот он, мой домик. Вот это вот. Ну да, предлагают мне уже его продать. Типа, не хочешь ли ты его продать? Там все дела. Я даже, ребят, квартиру еще держу. Я не собираюсь ее продавать. Вернее, не хочу, чтобы она слетела. Потому что квартира действительно очень хорошая. То есть никаких проблем с ней нету, в принципе. Да и оплачиваю я ее хорошо. Оно в хорошем месте. Все хорошо. В принципе, прикольно. Около мэрии, около банды. Недалеко ехать. Конечно, мне предлагали дом еще и на районе. Но у меня, во-первых, нет денег. Я не хочу продавать Инфернус, чтобы у меня были деньги. И именно поэтому я отказался от этого дома. Он там, по-моему, под миллион, под целый, да. А миллиона у меня, собственно, нет. Дом мне особо и не нужен. Мне квартиры позарез хватает. Я зашел, у меня Инфернус. Я доехал за минуту, за две минуты до района. Взял ганн, например, если стрела там или куда-то мы собираемся. И спокойно могу ехать куда захочу просто, да. Вообще, без оружия жизнь бандита это какая-то даже не жизнь, что ли. Потому что постоянно перестрелки, постоянно убить кого-то хочется. Какая-то энергетика у банд такая странная. Просто реально хочется подэмить. Да и, в принципе, это же банды, е-мое, что ж тут делать. Все считают то, что банды это, в частности, это ДМщики одни, это нон-рпшники. Ну, насчет нон-рп, это да, возможно. Но насчет ДМщиков, это, честно сказать, какой лидер. То есть, если лидер на форуме сделает там полную РП-отигровку по принятию. Как бы, если будет жалоба поступать насчет ДМа. То, опять же, он будет кидать черный список и говорить всем бандам, чтобы не принимали. Если такое действительно будет. Честно сказать, это будет очень круто. Потому что тогда у всех мнение о бандах поменяется. Раньше тоже, как бы, не особо любили ребята нон-рпшить. Раньше было все по РП и приемы по РП. Кстати, в банды раньше, банды были одни из самых сложных. Потому что нереально было вступить. Никому никогда не давали ранги выше третьего. Давали третий, это уже просто чуваки плясали. Потому что давали еще и первый ранг. А первым рангом вообще ничего нельзя делать. Просто ходить на терре, просто бегать за высокими рангами. После чего, ребята начали либо продавать ранги, либо их раздавать. То есть, ранги, конечно, раньше тоже продавались. Но они продавались за бешеные бабки. То есть, один миллион это стоило, что вас повышает до четвертого ранга. С первого до четвертого. Один лям. Сейчас же за один лям можно лидером стать, я не знаю. Можно, ну, что-то типа такого, короче. На девятку вас примут, посоветуют, и вы лидер. Вот. То есть, такое тоже, в принципе, случается. Так. Самое фиговое, это я не помню команд. Я не помню команд. Сейчас посмотрим. Materials. Materials get. Materials put. Да. Все, вспомнил. Так. Теперь нужно клест 0. И уже с клестом 0 поеду. Вон там какой-то чувачок. Но я надеюсь, он меня не будет чекать. Так. Ну, тут у нас, ребята. Один у нас военный. Один военный. Менты. Скорее всего, в ЛС. То есть, других их нету. Залетаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Мать твою. Тихо. Куда это ты собралась, Пура? Давай-ка, ну-ка. В принципе, вот так мы встанем. Это, конечно, не совсем такая хорошая. Хорошая перевозка матов. Но все же, хоть что-то. Самое главное теперь там, что нам надо. Materials get. И тут же Materials, блин, Materials put. Вот сюда. То есть, проходим немножко и все. Ну, как вы поставите фуру? Смотря как поставите. Мне, в принципе, и так нормально. То есть, я могу, в принципе, немножко пробежать. И загружаем. Я не знаю, поскольку там идет загрузка именно материалов. По-моему, по 500. Не помню. По-моему, по 500. Я, наверное, эти маты и солью. Как бы я их взял, я их и солью. Не знаю. Днем можно будет навозить материалов. Днем будет конкретно можно навозить материалов. Так, стоп. Че опять такое? А вот. И уже навозить их с формой. Потому что мне предлагали форму. Мне говорили, типа, на, бери там. Мы сейчас подъедем. Как бы сольем тебе форму. Но мне было не до этого. Как бы я спокойно оффнулся. А потом уже, когда мне она реально нужна. Нужна вот она мне, например, сейчас. Я готов, в принципе, слить всем склад. Да че ж такое-то? А, во. Но нету человека, который бы ее слил. А если он есть, то он спит. Ну-ка, давай-ка. Во. Я не знаю, сливает ли вот тот вояка, который там АФКшит. Если он, конечно, сливает, то можно у него, в принципе, будет купить комплект формы. Но он, в принципе, безнаказанно и уйдет. Так как онлайн сервера 22 человека. Люди потихоньку заходят. И его просто банально не спалят. И это круто. Потому что он сможет спокойно надеть форму и сказать, типа, я ничего не делал, я ничего не знаю. То есть, если вы когда-то хотите сливать форму, обязательно сливайте, ну, просто если хотите. То сливайте утром. Потому что ночью, там, вас могут спалить онлайн ночью за предель. Ох ты, ёпт, ты че такое? А, Вагас. Ху. Здорово, чувак, как дела? Нормально. Надеюсь, ты меня не будешь дэмить, нет? Ты ж хороший. Вот этот, в принципе, он правильно заехал. Как вы можете заметить, он вот так он заехал и все отлично. В принципе, ребят, если вы, так сказать, умерли, то ждите, чтобы фура зареспавнилась. Если фуру взорвут или вы перевернетесь, все материалы в этой фуре, они пропадут, они исчезнут. То есть, если она зареспавнился, то уже будет с нулем материалов. Так сказать, это, как бы, новая фура. Она будет куплена, как будто. То есть, такой эффект будет. А матов уже в ней не будет. Вот. Такие дела. Но, если вдруг вы умерли, но фуру вояки не взорвали, она стоит где-то, да, то есть, ее никто не взорвал, ее никто там не столкнул в озеро, то, когда она зареспавнится минут через 5-10, то у вас будет полная фура материалов. И любой человек ее сможет разгрузить без какого-либо труда. То есть, это, в принципе, хорошо. Вообще, фурами вояк достаточно быстро можно завести маты. Вот этой фурой, ну что, по 3 тысячи она перевозит, это, конечно, мало, но... Если бы было хотя бы 2 таких фуры, вот это круто было бы. Действительно, это было бы круто, потому что... Тогда бы бандиты смогли перевозить больше фур. Ездили бы сразу по 2 фуры, по 6 тысяч матов, они бы спокойно перевозили. То есть, это круто. А то, что вот одна фура... Ну, она, в принципе, давно уже стоит. Она, по-моему, с открытия серваков, она стоит. Это фура одна, и ничего не дополняют. Дополнили Валтон. Дополнили Валтон бандом. То есть, поставили каждой банде по Валтону. Это вот давненько уже было. Но все равно это большой плюс. То есть, теперь на респаунах банд не стоит Валтона. То есть, это, конечно, автоугонщикам минус. Да им и так, и так минус. Даже когда поставили обновление в полчаса, это уже крах был. Просто крах был автоугона. Но это, конечно, они правильно сделали, с одной стороны. Потому что утром, примерно вот такое вот время суток, в 5 часов утра, когда не было просто никого онлайн из админов, не было никого онлайн из игроков, которые там с фрапсами, к примеру, что-то типа такого, да, то просто все автоугонщики зарабатывали огромные бабки. На чем, спросите вы? Разумеется, на том, что они угоняли автомобили у своих друзей. 5 часов утра. Заходят 6-7 человек. Дома в гетто. Машины разные. У всех оклассы. И угоняют машины друг друга. Круто же, ребят. Просто круто же. Например, у Клавтоугона у всех там дома, да. Также они на аэрбрейке, на флайе. Они подлетают. Они берут машину. Они ее увозят. Все. Все. Больше особо людям ничего и не нужно, да. 10 тысяч у них в кармане. Это круто. Это замечательно. Они молодцы, да. И за утро, примерно до 8-9 часов. Блин, да что же я какое-то... Блин, я не водить вообще уже разучился. Все, хана. В общем, за утро автоугонщики зарабатывали до 500-800 тысяч вирт. Представьте, какая тема интересная, да. Каждый день по 800 тысяч. Просто за утро. Все, все, ребят. Считаю, вы несколько дней поработали. Вы просто молодцы. Вы богатые люди. Так. Если вы, ребят, разгружаете маты, то обязательно, смотрите, пишите варихаус, потом унлоадинг, потом опять варихаус, когда уже будет 6 тысяч матов, и потом тайм. Если вот этот чувак будет жрать мои материалы, которые я привез, я его банально, я его просто уволю, потому что нельзя жрать маты, хотя, может, просто за бандой никто не следит. Даже, может, лидер за бандой не следит, и ему как-то фиолетово то, что его снимут, не снимут, ну а я вот тут такой решил завести материалов. Я, честно сказать вам, не знаю. То есть, если он, конечно, не следит, лидер, за своей организацией, то это, блин, ну это неправильно. Потому что если вас поставили на лидерку, там просто можно, вернее, нужно собирать друзей, всех буквально, как сейчас делают в флуде, в скайп, флуде, в группы ВК, где они есть, да, то есть и к ним приходят люди. Именно так. Своих друзей на девятые, восьмые ранги, то есть знакомых, там друзей, да, кого вы знаете, кому вы доверяете. Далее уже люди спокойно приходят, вы их нанимаете, но чисто от чего я боялся, я боюсь лидерства из-за чего? Я боюсь лидерства из-за форума. Я просто не буду на нем сидеть. Я не буду лазить на форуме ради того, чтобы там поменять либо тему, либо же почистить и посмотреть жалобу. Мне это неинтересно. Мне это просто неинтересно. Именно поэтому как-то, ну, страхово что-ли брать, меня из-за форума могут снять спокойно. Если взять человека, например, дать человеку свой аккаунт от форумника и сказать, типа, слушай, давай-ка вот ты разбирайся, есть же такая тема, что спокойно обманут. То есть, если просто дают лидерку, если мне когда-нибудь все-таки дадут лидерку, то это реально нужен будет такой человек. Ну, разумеется, я его возьму, там у меня знакомый есть один, Евгений Рикуда. Я уже не раз о нем говорил, на 0.8 играет, и он брал лидерство русской мафии. Он оформлял очень красиво форум. И если вдруг я когда-нибудь возьму лидерку, то я, разумеется, дам ему форумник, и пускай он уже с этой темой маячится. А я буду спокойно держать банду, и все. Потому что вообще первой лидеркой должна быть банда. Банда, она тут научит вас буквально всему. В том плане, если вы будете брать еще одну лидерку, вы будете уже знать, как составом управлять, как маты воровать, как стрелы, там, теры проводить, да. То есть, опять же, если вы лидер ответственный и хотите поднять РП организации, то есть сейчас много народу пишут свои там качества, да, типа, я там такой крутой, у меня там спокойно есть РП состав, у меня есть ребята из РП организации, а в итоге их снимают за 4 или еще за что-то. То есть много народу так пишут, но мало кто напишет. Ну, банально сейчас есть написать правду админам. То есть, типа, у меня есть состав, но там 10-20 человек, да, это мало. Я хорошо оформляю форум, я там то-то делаю нормально, то-то делаю. В банды беру я первый раз, никогда до этого в бандах можно так сказать не был. Все, вас не возьмут ни при каких условиях, ребят, какой бы вы лывак не были. Потому что админам нужно, им нужна надпись, им нужна надпись, чтобы было вот написано такой-то, такой-то, РП состав, все про РП знает там и так далее, там подобное. То есть, только так. По-другому они не дают лидерки. Конечно, еще есть такой фактор, как деньги, то есть вы платите админам. Ну, в принципе, был такой факт, когда кто-то там даже снимал видос на эту тему, как он получает лидерку, на Яндекс скидывает админу, по-моему, 5000 рублей, и он ему дает лидерку. Ну, это, конечно, это полный бред, ребят, потому что не надо так делать, если хотите что-то сами добиться, то... Только сами. Только сами, ребята. Так. Давай уже, ну, елки-палки. Ну, что-то он как-то странно загружает все это. Или я его слишком далеко поставил, что ли? Я не знаю, если честно. Я это вообще раз десятым уже делаю, как-то не особо перевозил маты вот в таких фурах. Я перевозил маты в форме. В форме я их часто перевозил, как за военного, так и... Йоу-йоу-йоу, это че? Какого хера? А, это че? А, окей, он просто подъехал. Я думал, он телепортировался, конечно, испугался, подумал... А, вон у него фура, да. Я уж испугался, подумал то, что все, сейчас меня завалят, или я не знаю, он читак там какой-нибудь телепортировался из текстур, что-то типа такого. Вполне возможно. То, что читаки бывают такие. Просто телепортируются быстренько. Забирают маты, телепортируются обратно. Так, опять же. Блин, че-то как-то долго я загружаю в фургон, но все равно. Одному загружать всегда, ребят, долго. Очень долго загружать одному все это дело в футбол... Ой, в футбол, блин. Фургон. Так, все. Загружать все это в фургон очень долго. Я уронил ящик. Да, и хер с ним вообще. Так, и поедем мы вот так, потому что я не знаю, что можно от балла саждать. Мало ли он меня расстреляет. Как там, кстати, со складом-то дела? Он не сливает еще мой склад? Нет, смотрите, 3000 матов. Нормально. Видать, это не этот чувак слил. Или просто действительно лидеру похрену на организацию. И он особо не завозит материалы и не покупает форму. Я видел, конечно, таких лидеров, которые все сами делают. А составы на них просто хер кладут и... Командует ими. То есть банально ими командовали седьмые ранги. То есть лидер там... Всем привет им сразу. Слушай, давай-ка ты форму купишь, денег мне дашь, там все вот это. Я бы за такое, если честно, уволил. Потому что если лидером командует, я считаю, это вообще неправильно. Так что, ребята, если кто-то будет лидером из вас, из моих подписчиков, если вами начнут командовать состав ваш, просто, ребят, увольняйте и через фракции давайте. Типа заборзость или что-то типа такого. Придумайте любую причину, просто увольняйте. Потому что смысла в этом нету. Если вы лидер, вы должны думать своей головой. И как бы на террах, опять же, нужно думать головой. Как заехать. Как заехать так, чтобы расстрелять всех и взять. Ну, вообще, можно заехать очень просто. То есть, если взять всех, например, люди, вас закоптили, или вы закоптили. Из КВ все уезжаете. Просто все уезжаете. Потом, когда вас уже много, вы собрались все буквально, вы можете кольцо взять. Банально взять кольцо. По кругу заходите и просто со всех сторон начинаете обстреливать. Первые идут мясо. Просто идет мясо, которое сливается, которое с битами, без скиллов. И как-то они стреляют издали, с райфл, там вот с этих вот пушек. Десерт, райфл, АК-47, М4. Шотган вообще не используйте. МП-5 еще можно. Она сблизи очень хорошо рубит, МП-5. Все тащеры вполне ее используют. Потому что МП-5 это очень мощная пушка. Очень мощная, я вам скажу. Она выносит достаточно быстро. Во-первых, МП-5 это очень скорострельное оружие. Во-вторых, урон у нее равносилен урону М4. М4, СД пистол, это вот что-то типа такого, не урон. Но самое главное, это ее, разумеется, скорострельность. М4 не такая скорострельная. А вот МП-5 это очень мощное оружие. Так что, понятное дело, то что, чтобы ее прокачать, нужно 15. 15 тысяч патрон. Но, чисто вам серьезно скажу, это того стоит. Это стоит вот этих вот мучений, которые вам предстоит пережить. Когда вы будете сидеть, вас могут убивать. Или же просто, когда вы будете просто сидеть и долбить по клавише. Или же просто зажимать эту клавишу. Вообще, кто вот сейчас вот, как говорит, скиллы нужно качать. Выстрелил, остановился, выстрел остановился. Ребят, скиллы, я лично качал, я не останавливался ни на секунду. Я скиллы качал просто зажимом. Так скажем, блин, какую нинвиты. Он лоадинг, вот. Я зажал кнопку спокойно. Предположим, сейчас я вам покажу. В принципе, сейчас я вам покажу. А, у меня даже... Все. Десять, пять... Нет, давайте сейчас шесть, чтобы сразу потом еще возьму и все. Вот. Предположим, вот я взял, да? Вот я взял. Кто-то говорит, вот так нужно стрелять. Вот вы выстрелили, опустились. Выстрелили, опустилось. Херня. Херня. Просто нужно больше патронов. Зажали. Control. Просто поставьте на Control что-нибудь тяжелое. Ну, я не знаю. Пенал там ваш, я не знаю. Книгу какую-либо. Да что хотите. Микрофон, если он у вас, конечно, тяжелый. Да, то есть все, что хотите. И спокойно идите покушайте. Но, есть минус. Если вы, конечно, так поставите, то вас могут админы за АФК-бот забанить. Так что, разумеется, за этим нужно следить. Так что, ребят, такой качественный лов намного лучше. Конечно, не нужно прицеливаться. Вот так, если вы прицелитесь и стреляете, очень медленно качаться будет. Но если вот так вот спокойно сидите, стреляете, там зажали кнопку, все, сидите. Херней страдаете, слушаете музыку или разговариваете в скайпе. И спокойно прокачиваете скиллы. Это очень быстро, очень эффективно и очень круто. Так, стоп. А где моя машинка? А, вот она. Моя машинка. Я ее хотел перекрасить, кстати. Надо будет перекрасить ее, будет в ближайшее время. Все как-то, знаете, неохота, неохота. Да и времени нет. А когда приезжаю, то сразу же получается... О, ай, блин, я не могу принимать. Е-мое, я восьмой ранг. Я не могу принимать людей. Что за фигня? Почему? Сейчас бы принял двух бичей. Там два бомжа приехали, вероятнее всего, к нам на прием. Онлайн у нас, опять же, говно. Два человека, по-моему, да? Ну да, два человека, я и Николас. И все, и больше вообще никого нету. Это, в принципе, фигово. Надо глянуть мой домик, надо глянуть мой домик. Ну-ка. Так, стой ты, куда ты прыгаешь? Потому что, если он слетел, это будет фигово. Но я вроде за него платил, я за него за месяц заплатил, как Инфернус там передавали мне тогда, Абрукс, все в порядке. Ничего не слетело, все хорошо. Я помню, кстати, когда стоял вот тут вот бомжом, то есть я первый свой дом ловил, стоял вот здесь вот бомжиком и неожиданно слетает вон там внизу дом. Сейчас покажу, какой. Сейчас покажу, какой. Вот этот вот, вот он. Вот этот. У него гос, по-моему, 450 тысяч. Но он хороший, он красивый. Этот дом, его нету здесь вообще, второго дома, так скажем, повтор этого дома, такого же, нету в гетто. Ну, я не видел, по крайней мере, чтобы так же стоял дом. В принципе, это очень крутой дом, и я в нем пожил достаточно долгое время. Это красивый дом, хороший. Потом слетал вот этот вот домик такой же, да. То есть, опять же, я на горе стоял, опять же, его поймал. Раньше я много домов ловил, я помню практически все дома в гетто. Помню дома, которые мне слетали, которые я ловил. Например, вот этот дом, 350 тысяч гос, где-то порядка этого. То есть, точно сказать не могу, ловил очень давно, года полтора-два назад. Потому что именно этим я занимался два года назад. Я ловил просто дома, я не занимался ничем, я ловил дома. То есть, даже первое мое видео, когда оно вышло, ну, там про СТО, но потом, видео, которые выходили, у меня был счетчик денег 15 миллионов вирт. Это все я заработал, разумеется, на том, что я вам сейчас и сказал. Я ловил дома по госцене. Ловил их на ВВ, ловил их в ЛВ, потому что в ЛВ еще было актуально ловить дома. Они там очень дорогие были. Ловил их, собственно, в гетто, ловил их в лодочный. У меня даже был свой маршрут. Это идет, сейчас я вам даже вот так вот просто покажу, потому что многие меня просят маршрут. Смотрите. Смотрите и наблюдайте второй раз, повторять скорее всего не буду. Гора. Съезжаем, ну, где-то вот тут вот гора, вот она. Съезжаем с горы, едем через дома, проезжаем. Проезжаем по рельсовой дороге до района Рифы. Потом, так, я не знаю, где он кончается, ну, где-то вот тут, да. Мы едем на Ацтекганг. Я так вот просто покажу как, а вы сами дорогу выбирайте. Любая дорога, главное, не вот по таким заколулкам, да, ездить. Потом на Ацтекганг. Заезжаем на Ацтекганг, вот, заезжаем. Проезжаем до гонок и дальше едем вот так вот. Мы едем, едем, видим на Ацтекганг, ловим, проезжаем, не видим. Едем, 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 вот тут вот выезжаем. Пролетаем мэрию, пролетаем это, едем в лодочную. Дальше, ну, сейчас это не актуально уже, но все равно. Можете поехать. Свернуть тут, едем, 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 едем и на ВВ. И уже ВВ это конечный ваш маршрут. Если вы ловите в СФ, то это, ну, банально, что тут. Отсюда стартанули, тут проехали, тут проехали, тут проехали. И вот тут проехали. Это вот золотой район. Это золотой район. Дома здесь очень дорогие, они очень дорого ценятся, даже сейчас. Они можно, ну, их можно продать по 3, по 4, а то есть 6 миллионов вирт. Потому что там дома практически не слетают. А если слетают, это просто жесть. Там они красивые, там реальные коттеджи. Ну, в принципе, вот такие вот дела. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. В принципе, поперевозил я немножко материалы. В принципе, это прикольно. Материалы всегда прикольно, как бы, перевозить. Сейчас посмотрим, не сливает ли мата. Не, не сливает, все в порядке. А на этом я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.